Следующий поединок. Йоджи Анжо против Виктора Зангиева. Это Йоджи Анжо, это естественно. Он говорит, что с нетерпением ждет этого боя. Сложно сказать, как все обернется, но Анжо будет делать все от него зависящее, чтобы победить. Соперник напоминает Анжо огромную сильную гориллу. Но за такие слова надо Йоджи отвечать. Он говорит, что поймет, что к чему, когда окажется на ринге. И будет пытаться обрушить на Зангиева град ударов, а потом будет смотреть, как сложатся обстоятельства. Естественно, постарается выиграть этот поединок. И Анжо говорит, что видел много боев с участием Виктора. Он силен не только техникой, но и очень мощен физически. Так что поединок нас ожидает Йоджи Анжо против Виктора Зангиева. Йоджи Анжо выходит из раздевалки. Работает местный диджей. Не очень понятно, почему с самого начала зрители не приветствовали Йоджи Анжо, хотя он был в лучах прожекторов. Ну и посмотрим, вот он, Виктор Зангиев. Выходит из Анжоевской раздевалки. Ну что ж, посмотрим, кто сегодня будет сильнее и удачливее на ринге Бущидо. Сначала будут представлять, конечно, более опытного Йоджи Анжо. Да, совершенно верно. Ему 26 лет, он из Сайтамы. 210 фунтов его веса и 6 футов ровно. Рост. Довольно-таки давно он выступает в борьбе Бущидо. 21 бой провел Анжо. 8 побед и 12 поражений при одной ничьей. Но Виктор Зангиев впервые принимает участие в Бущидо. Ему 34 года, естественно, представляет Россию. 250 фунтов его вес и 6 футов 3 дюйма рост. Изначально Виктор Борец греко-римского стиля. И у Зангиева очень-очень такая мощная, родословная в плане борьбы. И отец, и дед Зангиева борцы именно классики, как раньше называли борьбу греко-римского стиля. Классической борьбой. Зангиев не очень хорошо знаком с защитой от ударов, прежде всего, ногами. Но он обладает великолепной реакцией. И очень быстро реагирует на изменения ситуации. Да, Виктор, как настоящий борец, прежде всего, пошел в ноги Анжо. И будем смотреть, удастся ли ему справиться с защитой от ударов. Захват ноги практически прошел. Ох, как хорошо Виктор атакует. Еще раз. Но молодец. Все-таки вот борец. И сейчас он может побросать Йоджи Анжо так, чтобы он не поздоровится сразу же. Анжо уходит к канатам. Потому что очень резво начал Виктор Зангиев. Очень резво. И главное, эффективно провел он несколько атак. Чувствительная попорная нога ударила сейчас Йоджи Анжо по мышцам Зангиева. Ну что, давайте смотреть. Броски у Зангиева поставлены, конечно, на высший уровень. И сразу же в болевой. И мало того, вы посмотрите, болевой прием. Что сейчас будет делать? Хотел Анжо атаковать ударом по ребрам, но не прошел этот удар. Зангиев ушел от него. Потер челюсть Виктор. И сейчас попытается бросить Анжо, но не получилось. Очень хорошо защищался. Зангиев перешел в контратаку. Создается ощущение, что Зангиев гораздо увереннее чувствует себя. Вот именно в борьбе в партере. Но это неудивительно. Все-таки борец греко-римского стиля. А Анжо никак не удается сделать то, чему он научен. Именно в гуще до. Но, тем не менее, посмотрите. На мозг встает великолепно. Вот и слышно, как реагирует публика. Да, друзья мои? Вы слышали. И самое главное, видели. Все, что сейчас показал Виктор. Это было нечто. Уверен, что режиссеры трансляции обязательно дадут повтор этого момента. Великолепный был переход в борцовский мост в исполнении Зангиева и потом уход от этого неприятного захвата в исполнении Виктора. Это очень любят зрители. И они приветствовали вот такие вот приемы от Виктора Зангиева. Вне всякого сомнения. Если даже он проиграет в этом поединке, заодно то, что он сейчас продемонстрировал, он завоюет очень и очень хорошую прессу. Зангиев занимается борьбой со школьной скамьи. И учитывая то, что сейчас ему 34, ну, минимум лет эдак 25 Зангиев в борьбе. Недостаток опыта в Бущидо. Уверен, он сможет компенсировать. Да, смотрите, Йоджи Анджо просто-таки схватился за канаты. Ничего пока Анджо не может поделать с борцовской техникой Зангиева. Она, естественно, доведена до совершенства. Великолепно ушел от удара. Великолепно Виктор ушел от удара ногами. И сейчас Анджо только за канаты хватается. Где-то вы видели, да, что сейчас было? Великолепно. Ну, красота. Как шея не сломалась у Йоджи Анджо, известно только ему. Сейчас Зангиеву надо попытаться выманить соперника в центр ринга. И там уже пытаться провести болевой. А вот Анджо, смотрите, несколько раз прошли удары ногами. По опорной ноге, по напряженным мышцам. Ну что, будет бросать Зангиев? Удастся? Попытка провести Нельсон. Нет, нет, нет. Очень близко канаты. Рефери заставляет Йоджи Анджо уйти ближе к середине ринга. Анджо, я думаю, будет бить ногами. Да, конечно. Потому что несколько ударов по мышцам Зангиева прошли в правильном направлении. Бросок, великолепный бросок Виктора. Великолепно атакует Виктор Зангиев. Смотрим. 15-12. Впереди Зангиев. В очередной раз ушел в канаты. Анджо. Если Йоджи сейчас не предпринят что-то из ряда вон выходящее, то просто-напросто рискует быть брошенным еще раз на ринг. И Виктор показал, что он тоже... Ох ты! Неплохо защищался сейчас Йоджи и переходит в болевой. Ну что, Виктор уйдет. Пока уходит от этого захвата. Сейчас главное не пустить контратаку. Похоже, пускает. Похоже, да. Увлекся Виктор Зангиев этой атакой. И его правая рука попала на болевой прием Йоджи Анджо. А как все было хорошо. Вы посмотрите. Очень обидно. Ну, очень. Бой-то был... О, на, получи. Еще разочек, говорит Виктор Зангиев. Но после траки, друзья мои, кулаками не машут. Это понимает Виктор Зангиев. Я бы еще на его месте добавил бы судье. Пару раз. Чтобы тот не выпендривался. Да, ну так, в целях профилактики. Не более того. Интервью Санджо, он говорит, да, пришлось сегодня нелегко. Я очень старался. И удивлен тем, что вышел победителем. Из этого поединка были моменты, когда я готов был сдаться. В начале поединка я пытался начать серию ударов. Многие из них Зангиев пропускал. Однако, сократив дистанцию, смог повалить меня на пол, где доставил пару неприятных моментов. И не ожидал, что я выиграю этот бой. Очень сложно сказать, как пройдет бой следующий до его начала. Только тогда, когда станет ясно, что приготовил каждый из бойцов следующего поединка. Только тогда можно будет говорить, кто победит. Очень сложно говорить, с кем я буду встречаться в следующем бою. Думаю, что это будет Гарри Олбрайт. Но лично для меня, как для борца Бущидо, не имеет значения, с кем сражаться. Я сделаю все возможное, чтобы добиться успеха. Будет чрезвычайно интересно наблюдать за следующим боем. Он будет сильно отличаться от того боя, который только что закончился. От моего поединка с Виктором Зангиевым. Несомненно, следующий поединок будет более серьезным и беспощадным. Но я попытаюсь воспользоваться любой возможностью, чтобы достичь своей цели. Это очень сложно сейчас комментировать выражения Йоджи Анджи, поскольку они исключительно на японском языке. Ясно лишь только одно, что нас ждет следующий поединок между Билли Скоттом и Гарри Олбрайтом. И действительно поединок двух бывших борцов, которые, кстати говоря, оба защищали честь США на различных соревнованиях. Оба великолепно знают технику и тактику друг друга. Тем интереснее будет следующий поединок. Будем наблюдать за ним и мы. И уже, я считаю, пора оставить Йоджи Анджо один на один со своими мыслями в раздевалке. Дать ему возможность уже глотнуть рюмочку горячего саке. Я, куда только смотрят секунданты, напарники Йоджи Анджо, коллеги по Бущидо, могли бы уже увезти телевизионщиков от этого парня, который только что дрался с нашим Митром Зангиевым, и который потерпел не поражение, но поимел немало неприятных мгновений на ринге. Пусть он вышел победителем. Пусть немножко помедитировать, я не знаю. Сколько можно уже брать в него интервью. Ведь нас ждет следующий поединок. Напомню, Гарри Уолбрайд против Билли Скотта. Не знаю, за кого вы...